Сегодня мы с вами встречаемся в последний раз в этом учебном году в рамках нашего курса «Школа молодого учителя», который мы посвятили самым эффективным методическим приемам, которые вы можете использовать. У нас было очень много интересных встреч, я думаю, что мы многому научились, и курс был для вас интересным. И мы, конечно, планируем продолжать нашу работу и в следующем году. Я надеюсь, что меня видно и слышно, и приветствую всех, кто с самого начала присоединился к нашему вебинару. Поэтому сегодня тема такая почти каникулярная, тема очень актуальная как для окончания учебного года, так и для начала следующего. Мы будем сегодня смотреть на эту тему в разных аспектах, с разных точек зрения. А с того, что... Извините, пожалуйста, у меня высветилось какое-то предупреждение, но администратор пишет, что все отлично, поэтому я не буду на него обращать внимания. Еще раз, меня видно и слышно, да, потому что у меня тут какие-то предупреждения есть. Итак, надеюсь, что будет полезно, надеюсь, что ревижн, тема ревижн-эксивизис, поможет вам и в подготовке к экзаменам, и тестам в той форме, в которой они у вас ожидаются в этом году, и поможет вам в следующем году начать учебный год эффективно и понять, какие проблемы могут возникнуть у ваших обучающихся. Итак, тема сегодняшнего вебинара — повторение учебного материала как ключ к успеху. Ревижн-эксивизис в обучении английскому языку. И вести этот вебинар буду я, меня зовут Марианна Юлина Кауфман, я автор курса happyenglish.au и целого ряда учебных пособий, которые мы регулярно выпускаем для вас, для того, чтобы помочь вам в работе. Если кто-то сегодня к нам присоединился впервые, пожалуйста, напишите, это будет очень интересно, очень приятно будет познакомиться. Те, кто часто бывает, тоже, пожалуйста, напишите. Все-таки к концу года очень интересно узнать статистику, какое количество людей возвращается на наши вебинары. Может быть, кто-то прослушал весь этот курс целиком и может тоже о нем что-то сказать. В общем, сегодня мы подводим итоги этого учебного года, и было бы интересно знать ваше мнение об этом курсе, о том, насколько он был для вас полезен и интересен. И, конечно, несмотря на то, что я автор курса happyenglish.au, цель этого курса не совсем реклама учебников и учебных пособий, сколько на примере, естественно, моих учебников и учебных пособий обсудить, какие есть эффективные методы, приемы, что работает, что не работает, посоветоваться. Иногда мы с вами спорим, иногда мы с вами находим что-то новое вместе. То есть действительно улучшить, повысить свой профессиональный уровень, расширить свои профессиональные горизонты, общаясь все вместе. Каждый раз очень интересно. Отлично. Людмила, вы, конечно, действительно человек очень заинтересованный. Это не может не радовать. Итак, давайте начнем наш сегодняшний вебинар. И, конечно, когда мы говорим с вами о повторении, о... я часто буду называть его revision, извините меня за такой англицизм, но это действительно то, как мы называем это в ежедневной работе, нам необходимо буквально два слова сказать о контроле, потому что прежде всего, прежде чем что-то повторять, мы часто контролируем, и наоборот, прежде чем проконтролировать, мы часто повторяем. У нас был с вами вебинар на тему контроля предыдущего, в апреле. Кому это интересно, можете посмотреть в записи. А сейчас я только напомню основные моменты, которые нужны нам будут для нашего сегодняшнего вебинара. Итак, контроль может быть, напоминаю, предварительный. Назначение предварительного контроля состоит в установлении исходного уровня разных сторон личности учащегося, и прежде всего, исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь, индивидуального уровня каждого ученика. Текущей важнейшей функцией является функция обратной связи. Обратная связь позволяет преподавателю получать сведения о ходе процесса усвоения у каждого учащегося. Она составляет одно из важнейших условий успешного протекания процесса усвоения. Обратная связь должна нести сведения не только о правильности или неправильности конечного результата, но и давать возможность осуществлять контроль за ходом процесса, следить за действиями обучаемого. И здесь, конечно, нужно добавить обязательно, что эта функция обратной связи важна не только для учителя, но и для обучаемых. Поскольку, когда они становятся старше, чем старше становятся наши обучаемые, тем больше наша ответственность становится в том, чтобы обеспечить автономность учащихся, чтобы учащиеся способны были адекватно оценивать себя и, главное, делать выводы и знать, что делать после того, как проходит диагностика. И итоговый контроль, вид контроля, который призван дать представление о достигнутых результатах. Итог может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела. В практике обучения итоговый контроль используется для оценки результатов обучения, достигнутых в работе над темой или курсом. И это самый привычный, самый распространенный для нас вид контроля. Мы регулярно переживаем из-за этого, не спим ночи, тратим нервы. На самом деле, об оценке их функции, их важности мы говорили также на прошлом вебинаре, когда говорили о контроле. Но мне кажется, эта тема очень важная, и она, в общем, связана с нашей сегодняшней темой. Потому что после того, как я получил оценку, как ученик, в общем, логично предположить, что я должен сделать для себя какие-то выводы. Хорошо, если это оценка по ЕГЭ. В общем, тут уже сильно помочь ничем нельзя, но это единственная уникальная ситуация. Но зачем же мы делаем ЕГЭ такой вот сверхценностью, тем дамокловым мячом, который висит над нами практически со второго класса? В нормальной ситуации, после нормального теста или нормальной контрольной, получив какую-то оценку, что я должен сделать? Я должен сделать для себя выводы, как ученик, и понять, какую тему мне нужно, опять же, возвращаясь к теме сегодняшнего разговора, повторить еще раз. То есть итоговый контроль на самом деле точно так же выводит нас к повторению, к адекватному оцениванию своих ошибок, к анализу этих ошибок, работе таким образом, чтобы следующий итоговый результат был лучше. И очень хочется надеяться, что ценность оценки, извините за повторение корня, все-таки не будет превышать ценность потом, с последующей, самостоятельной работы, которая позволяет ученикам самообразовываться, совершенствоваться и понимать, что обучение — это не только оценка, это процесс, в результате которого ты получаешь определенные знания и умения, над которыми нужно постоянно работать. Итак, вот мы проконтролировали, допустим, сейчас мы начнем говорить о предварительном контроле. Допустим, мы проконтролировали наш класс, входящий контроль, еще как угодно это можно назвать, и поняли, что, например, в пятом классе большое количество пробелов, например, есть в плане обучения чтению. Как правило, именно так и происходит. Ну и грамматика тоже оставляет желать лучшего. Очень часто это происходит в пятом классе, и, как правило, бывают проблемы такие, то есть, естественно, они бывают и на протяжении всего курса обучения, но, опять же, очень резко меняются обучающиеся к десятому классу. Когда вы знаете, бывает ситуация, человек приходит в совершенно другом состоянии, человек, который никогда не интересовался, ничем, вдруг обрел интерес, обрел мотивацию, а, как говорят вальдовские педагоги, в него вошло астральное тело, и при этом, в общем, в плане английского все достаточно сильно запущено, потому что на протяжении всех лет обучения человек только физически присутствовал в классе. Такое тоже бывает. То есть, это ситуация, когда класс собрали заново, вот пятый класс, десятый, очень часто такое бывает. Что можно сделать в этой ситуации? Вы пришли в класс, и вы поняли, что класс вам достался либо собранный из нескольких других, пришло много новых учеников, или еще какие-то возникли моменты, учитель был другой, другие учителя, все что угодно. Что можно сделать, если возникли проблемы, и ученики все очень разного уровня, и очень много пробелов. И здесь нам как раз помогает модульный подход. Модульный подход — это возможность своевременной диагностики, сформированности всех умений и навыков. Кроме того, он дает возможность повторения или изучения заново, пропущенного или неусвоенного по каким-то причинам материала. Модульный подход дает возможность построения индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика. Мы сейчас это все будем анализировать на примерах. Модульный подход учитывает возрастные особенности и индивидуальный когнитивный стиль обучающихся, и, конечно, снимает психологические барьеры, становится не так страшно, не так трудно, потому что дает возможность отставшим или несоответствующим определенному уровню, который ожидается, вместе со всеми, без каких-то оговорок, без каких-то, скажем так, ярлыков, продолжить обучение и спокойно в своем темпе наверстать упущенное. И мы начнем с вами сейчас смотреть пример. Прежде всего, для того, чтобы помочь вам в работе, мы написали достаточно большое или собрали из каких-то наших учебников что-то написано заново, написали несколько учебных пособий, которые вот появились за последний год-два года. Эти пособия вообще, с моей точки зрения, за ними, не конкретно за этими, а за такими пособиями вообще будущее обучения, потому что современные учебники, в кавычках современные, многие из них совсем не современные, в любом случае не в состоянии реагировать на постоянно меняющиеся требования и жизни, и требования, которые предъявляет нам Министерство образования. То есть неминуемо должны появляться пособия, которые удовлетворяют требования сегодняшнего дня. Некоторые из них долговечны, потому что способны решать, в общем-то, ключевые проблемы. Некоторые из них менее долговечны, потому что они готовят к какому-то определенному сегодняшнему формату экзамена, который завтра, возможно, будет неактуален. Тем не менее, именно такие пособия я советую вам использовать в вашей работе, независимо от того, по какому МК вы работаете, потому что они позволят вам точечно решать возникающие проблемы. И мы сегодня будем говорить о методических приемах и мотивации, о повышении мотивации при работе с повторением, при работе с повторением материала на примере не только учебников, но и вот таких вот пособий. И первая из них, о котором я сегодня поговорю, которая как раз может нам помочь в работе над повторением, это пособие «Как научиться читать по-английски». Я тут решила проанализировать, насколько популярен наш учебник, и обратила внимание вот на озоне, что как раз пособие «Как научиться читать по-английски» занесено в озоновские бестселлеры. То есть и отзывы очень хорошие, не только у нас, но и на различных сайтах. И, соответственно, пособие тоже попало в список бестселлеров. Видимо, оно действительно помогает, и люди с удовольствием им пользуются. Итак, это пособие представляет из себя прежде всего системную авторскую методику. То есть это не тренажер для чтения, это пособие, в котором есть системное объяснение, и вы, пользуясь этой системой, двигаетесь от одной буквы, от одного звука к другому. Итак, от первого, от первой буквы, первого звука учащиеся за 70 уроков примерно выходят на тот уровень, когда они могут читать небольшие тексты. Естественно, пособие адресовано младшим школьникам, может быть, очень продвинутым дошкольникам, но, в общем, младшим школьникам. И оно интересно не только тем, что оно учит читать, там есть интересные страноведческие комментарии, есть авторские стихи и песни, о них мы будем говорить подробно, для чего они нужны, как с ними работать. Очень достойное аудиоприложение в исполнении профессиональных английских дикторов со стихами, песнями, с караоке. То есть, есть возможность пропеть песню под музыку после того, как вы прослушали песню. Пособие не содержит диска, но на нем есть QR-код. И если кто-то не знает до сих пор, что такое QR-код, это такая вещь, которую нужно занести в компьютер, и таким образом прямо из компьютера у вас есть возможность с любого носителя такого плана прослушивать музыку. То есть, вам нет необходимости носить диск, который можно потерять, который портится и так далее. То есть, это для вашего удобства намного лучше, намного качественнее. Итак, пособие «Как научиться читать по-английски?» Как оно может помочь нам в плане повторения? Начнем сначала с повторения. Вот вы провели входной контроль, и вы убедились в том, например, в третьем классе или в четвертом классе, не в самом начале, что ваши учащиеся по какой-то причине, может быть, не вы работали, не буду 10 раз повторять, причин может быть миллион, а, к сожалению, не умеют читать. Это очень часто происходит, это ситуация, на которую жалуются большинство учителей. Что вы можете сделать? Вы можете параллельно с главным учебником взять это пособие и потихонечку, по 15 минут на каждом уроке, наверстывать упущенное. То есть, заниматься своими делами, идти вперед по вашей программе, по вашему УМК, и при этом с этим пособием вы, опять же, к концу года, никуда не торопясь, каждый урок, через урок по 15 минут занимаясь, уроки очень маленькие, там так специально рассчитано, вы придете к тому, что весь ваш класс научится читать. Намного сложнее ситуация, конечно, если класс неровный, если кто-то умеет читать, а кто-то нет. Но здесь у вас есть возможность индивидуально предложить ученику работать по этому пособию в любом режиме. В режиме занятий с репетитором, в режиме дополнительных, я знаю, что до сих пор есть учителя-энтузиасты, которые работают с учениками, отстающими сами после урока. Здесь такое пособие, поскольку оно содержит развернутые объяснения на русском языке, очень подробные и очень качественные еще раз аудиодиск, не аудиодиск, а качественное аудиоприложение, раньше это был диск, которое позволяет отрабатывать произношение и убедиться в том, что вы делаете это правильно. Как раз пишут, здравствуйте, выписала это пособие, получила, работаем, здорово помогает. Спасибо большое за вашу оценку, мы знаем, что это пособие действительно работает. К методике надо присмотреться, то есть это не совсем... У учителей иногда возникает вопрос, почему не очень частотная лексика, почему информация дается не сразу, например, по каждой букве, не сразу в одном уроке, почему мы алфавит сразу не выучили, как принято, потому что все это не работает. Это пособие сделано таким образом, чтобы ученики второго класса действительно могли научиться по нему читать, или третьего класса, не важно, для того, чтобы размер информационных блоков был посилен для обучающихся и понятен им на том уровне, на котором они находятся. То есть сложность объяснений возрастает. И опять же, успех такого пособия построен на постоянном повторении. То есть мы к каждой букве, к каждому звуку возвращаемся многократно, говорим о том, что мы уже знаем, что мы еще узнаем, постоянно дополняем информацию, тем самым буквы, звуки, слова находятся в постоянной ротации. Поэтому, если вы возьметесь работать по этому пособию, пожалуйста, идите вслед за нами, поэтапно, не пропускайте уроки, не меняйте их местами, не объединяйте их. Система действительно опробирована и работает так, как она заявлена. Это если у вас третий, четвертый класс. Конечно, я могу сказать, что идеально взять его в первом классе. Это уже не о повторении, но тем не менее идеально в первом классе, если есть такая возможность в порядке подготовки к школе, то есть не к школе, а к обучению английскому языку. Или в самом начале обучения во втором классе параллельно с основным учебником, если учебник вам знаком, и вы знаете, что к концу года вы будете иметь проблемы с тем, что ваши ученики, обучающиеся, не умеют читать. То есть вот те советы, которые я могу дать, что касается обучения чтению на начальном этапе. И посмотрите, как устроено пособие. Во-первых, достаточно много заданий на слушание, потому что на этом этапе слушание и чтение связаны между собой. Посмотрите, как проходит презентация. Вот пишут, звука нет. Я надеюсь, что звук есть у остальных, просто что это какая-то, так сказать, локальная проблема. Пожалуйста, напишите мне, все ли хорошо, звук есть. Все, значит, тогда, может быть, попробуйте заморозить видео, или как-то еще, возможно, перегрузить компьютер. В общем, это тогда, значит, такая проблема частая. Как происходит презентация буквы и звука? Посмотрите, это занятие номер 4, одно из первых занятий. Сегодня, во-первых, само пособие – это волшебная сказка, русская девочка. Аня познакомилась с волшебным вороном, с Эдриком, который живет в Тауэре, и он учит ее читать по-английски. Сегодня мы познакомимся с согласной буквой Пи, согласная буква Пи обозначает звук П. Аня говорит, это нетрудно, он похож на звук П в русском языке. Зачем нам этот диалог? Как вы думаете? Вот напишите мне, зачем мы так это размазываем? Зачем Аня беседует с этим вороном? Почему нельзя это сделать просто в форме объяснения? Зачем вот этот звук П нужен? Как вы думаете? Обратите внимание на отличия. Ну, да, в общем-то, хотя после этого ворон говорит не совсем так. Звук П в английском языке произносится более энергично. Поднеси ладонь к губам, не касаясь их. Произносить звук П надо так, чтобы ощутить на ладони струю воздуха, чтобы детям было интереснее запоминать. Тоже есть такой момент. Но есть чисто методическое объяснение. Как только вы назвали ребенку английскую букву или звук, первое, что он хочет сделать, это записать его русскими буквами. Опять же, чисто методически этот прием у нас не в части. Это считается безграмотно с точки зрения, например, рецензентов учебника. То есть если мы пишем учебник, мы не можем писать буквы в русской транскриции. Но маленькая девочка может же предположить, на какой звук похож как раз английский звук П. И вот в такой форме мы проводим аналогию, о которой мы не можем избежать. Понимаете, в чем дело? То есть дети все равно тут же в своей тетрадке все равно это запишут. Так давайте не будем делать вид, что этого не происходит, а поддержим это. И уже тогда, как вы правильно пишете, подчеркнем разницу, поговорим об этом и введем английскую транскрипцию для того, чтобы учащиеся сразу учились читать самостоятельно по правилам чтения или если правила чтения не подходят при помощи транскрипции, чтобы они могли прочитать любое слово. И посмотрите, сразу появляется страноведческий материал, он по-русски, он не содержит каких-то сложных заданий, тем не менее мотивирует работать дальше. То есть, как вы понимаете, обучение чтению может быть очень сухим и очень скучным. И вот как раз это пособие позволяет избежать этой проблемы, потому что здесь и сказочный сюжет, и стихи, и песни, и игры, и есть такие вот элементы страноведия. Ну, как я уже сказала, вы видите занятие небольшое, 15 минут с первого по четвертое упражнение. Как вы понимаете, вполне возможно за 15 минут пройти. Кто-то, может быть, пройдет и быстрее. То есть, уроки дозированы так, чтобы все, что я сказала, было возможно воплотить в жизнь. И теперь, возвращаясь к нашему разговору о модульном подходе, мы смотрим на, например, учебник пятого класса happyenglish.ru. Если вы занимаетесь по какому-то другому МК, обратите внимание на то, что вы тоже можете сделать, и что на самом деле нужно сделать. Вот пришел к вам класс в пятом классе, вы протестировали их, опять же, проконтролировали, что вы получили на входе, и, как правило, вы поймете сразу, что на самом деле, опять же, уровень очень разный. Кто-то прекрасно усвоил грамматику, кто-то совсем не усвоил грамматику, и это совершенно нормально, учитывая особенно возрастные особенности младших школьников. Особенно в младшей школе развитие детей, в общем-то, позволяет абсолютно беспроблемно наблюдать большой разброс с точки зрения умений, навыков, возможностей обучения, то есть обучаемости. Здесь это совершенно понятная вещь, и достаточно часто бывает так, что учащиеся очень сильно меняются к пятому классу, и кто-то теперь способен понять то, чего не был способен понять раньше. На самом деле большинство учащихся такие. И то, что мы проходили много лет, для них уже, в общем, так сказать, с одной стороны, они этим пользуются, с другой стороны, очень часто ставим слова рядом друг с другом, не сильно задумываясь о грамматике. Что мы можем сделать? Пятый класс. Мы сразу исходим из того, что нам необходимо повторить базовую грамматику. Её было не так много, мы шли достаточно неспешно в младшей школе, и теперь у нас обязательно стоит задача повторить базовую грамматику. Мы это делаем не так, что вот тебе нужно повторить, тебе не нужно. Мы начинаем работать все вместе. И здесь, пожалуйста, можно дифференцировать. Разделите их на группы, если у вас большой класс. В зависимости от того, насколько хорошо они готовы, или наоборот, поделите их так, чтобы в каждой группе были и те, кто знает хорошо, и те, кто не так хорошо. И работает кто-то здесь. Можно создать группу, с которой будет работать только учитель, например, тебе совсем уже тяжело всё. И вот этот материал очень лаконичный, лаконичный, однако содержащий всю необходимую информацию. Посмотрите, здесь есть и таблицы, и грамматические объяснения, и комментарии о том, как переводится на русский язык. Такие вот даже нюансы, как, обратите внимание, когда сообщается о возрасте, подлежащей вам английском языке, оставить именительном падеже. То есть это не просто сухая схема. Формально вот мы вам положили, вы можете посмотреть, и считаем, что мы с вами тубей повторили. Нет, здесь достаточно развернутое и, как в данном случае, подробное объяснение. Здесь ничего дозировать уже не надо. Мы обобщаем, повторяем материал, который мы знали раньше. Но, тем не менее, вот эта возможность кому-то заново его узнать. И здесь, конечно, тоже нет проблем, потому что к пятому классу универсальные учебные действия сформированы, и на таком уровне учащиеся, конечно, способны уже усваивать такие блоки информации. И отработаем этот материал на просто более интересном лексическом материале. Fill in the gaps у нас идет задание. И так далее. То есть лексический материал усложняется. Естественно, идем мы намного быстрее, но обеспечиваем вот это вот повторение грамматики. Ask Miss Reading. Эта рубрика тоже появляется в пятом классе. То есть мы повторяем грамматику таким образом, а при этом мы, опять же, в пятом классе можем предположить, что пятиклассники не умеют читать. Так тоже бывает. И наш учебник предполагает вот эту рубрику Ask Miss Reading, в которой мы, опять же, в очень хорошем темпе, уже без всяких сказок, без всяких развлечений, просто повторяем правила чтения, которые очень часто представляют собой проблему и десятому классу. И тренируемся читать по правилам и при помощи транскрипции. Вот рубрика, это на 17-й странице. Вам уже известно, что гласные буквы, в зависимости от того, в каком типе слога они стоят, читаются по-разному. Посмотрите, мы даем инструкцию, как правильно прочитать слово. Сразу заявляем все согласные и гласные, которые мы собираемся отрабатывать на этом уроке. А вот эта рубрика, одну минуточку, а вот эта рубрика уже на 48-й странице. И тоже, вы видите, все идет достаточно быстро, интенсивно, однако мы охватываем основной необходимый материал. Вуква W, буква X, буква Y и различные варианты ее прочтения. Работа с транскрипцией. Достаточно большое количество незнакомых учащимся слов, которые проверяют технику чтения, потому что проверять технику чтения на знакомых словах довольно бессмысленно, потому что мы не знаем, прочитал учащийся это слово правильно, потому что он угадал или вспомнил это слово, или потому что он действительно знает правила. Хорошо, это слово он прочитает, а потом он его забудет, и, например, через месяц он его уже не прочитает. Или не прочитает похожее. Наша задача заключается в том, чтобы научить учащихся читать осознанно. И, конечно, никто не предполагает, чтобы учащиеся занимались переводом или отработкой этих слов. Они нужны еще раз, они как в пособии, как научиться читать, так и в наших учебниках существуют такие вот наборы слов для чтения, которые нужно только читать. Ничего другого с ними делать не нужно. Еще раз пятый класс. Мы поговорили о рубрике Ask Miss Reading, то есть в пятом классе мы еще раз проверяем и повторяем обучение чтению, если это необходимо, если в этом нет необходимо, если вы видите, что в классе учащиеся прекрасно справляются, например, вы учились по нашему начальному блоку, и все умеют читать, и все хорошо, никаких изменений в классе нет, пожалуйста, сэкономьте на этом время. Проблем нет. Дайте это задание как индивидуальное, как задание для тех, кто раньше закончил, по звездочкам, как хотите. То есть здесь как раз есть свобода творчества, и вы можете ориентироваться на индивидуальные потребности учащихся. Но практика показывает, что вот эта проблема чтения, она как раз преследует нас вплоть до окончания школы, и, собственно, она и закладывает вот этот изначальный неуспех в обучении английскому, потому что все зависит от памяти, от навыков восприятия на слух. Я бы даже сказала не навыков, а вообще от способности, потому что вы понимаете, что далеко не большинство людей способно хорошо воспринимать на слух. И вот без вот этой графической поддержки, когда графическая поддержка становится дополнительной сложностью, дополнительным врагом учащихся, у нас как раз и получаются ситуации, когда английский язык начинает представлять собой серьезную проблему. рубрика Ask Mr. Help. Чем она хороша? Она хороша тем, что вот тут не очень типично, она на странице 134 в пятом классе, а в десятом она очень типична, поэтому я начну с десятого. То есть, предваряя эту рубрику задания к какому-то упражнению, используйте конверсию, и, используя конверсию, образуйте новые слова. И здесь мы пишем вопрос из зала. К сожалению, я не помню, что такое конверсия. И ответ дальше. Конверсия, траля-ля. То есть, в чем идея? Идея в том, что учащиеся очень часто не помнят каких-то нюансов, деталей. Имеют ли они на это право? Я считаю, что абсолютно имеют право. Мы тоже можем многое забыть. Если вы что-то, невозможно все повторять бесконечно, если что-то когда-то объяснялось, а сегодня учащиеся этого не помнят, в этом нет никакой трагедии. И наоборот, поскольку есть такие моменты, которые, например, не очень часто нам встречаются, такой момент, как конверсия, например, и сам термин тоже, то почему бы не воспользоваться возможностью и не дать учащимся объяснение еще раз? То есть, очень кратко пояснить. Но в такой форме, когда мы говорим «Мы с тобой, ты не бойся, ты можешь задать любой вопрос, ты имеешь право ошибаться, имеешь право не помнить». То есть, здесь, опять же, вопрос и психологического комфорта, комфортной обстановки на уроке. Вот пятый класс. Здесь нет вопроса, но мистер Хелп считает не лишним предупредить, что предлог «он» употребляется с днями недели. «on Monday», «on Tuesday». То есть, материал давно не встречался, и в такой форме, опять же, мы к нему возвращаемся. У вас какой-то другой учебник. Тем не менее, вот этот вот способ обучения, способ повторения при помощи вопросов из зала, и мы так и называем глупых вопросов из зала, он очень эффективен. Я рекомендую его практиковать. То есть, когда какая-то тема возникает, поощряйте учащихся задавать вопросы о том, что, как они думают или как предполагает программа, они уже знают. То есть, в этой форме любое напоминание, даже если вы сами как учитель понимаете, что вот здесь неплохо бы напомнить, здесь неплохо бы лишний раз повторить, но из ваших уст без вот этого вот вопроса, который они сами придумали, это может быть менее эффективно, это может вызвать меньше внимания, то есть, что-то монотонно идет, объясняется и дальше идет. А вот как раз, когда вы скажете, а теперь задайте мне, может быть, вы, давайте самые глупые вопросы задавайте, подайте пример. А какой предлог используется из дня на неделю? А вот тут написано, ставьте глагол to be. А что такое глагол to be? Я не помню, что такое глагол to be. am is a знаю, to be не знаю. Давайте как-то еще раз и еще раз найдем вот эту связь для того, чтобы на уроке всем было интересно, чтобы все были содействованы и у всех все получалось. Опять же, видите, грэмма кона, порядковые числительные. 134-я страница, это уже середина где-то пятого класса, но, во всяком случае, не начало. Но мы повторяем порядковые числительные, прежде чем идти дальше, потому что, опять же, это не самый частотный материал, он, конечно, проходился в начальной школе, но почему не дать вот такую таблицу, почему лишний раз не напомнить. И в данном случае мы говорим именно о грамматическом материале, который расположен в самом уроке, не грамматический справочник в конце учебника, потому что в конце каждого учебника, естественно, есть грамматический справочник. Нет, мы в пятом классе говорим о том, что дети еще все-таки достаточно маленькие, давайте скажем честно, для того, чтобы самостоятельно оценивать свои проблемы, трудности, диагностировать, анализировать и потом самостоятельно изучать материал. Нет, мы предлагаем вот там, где он нужен и оснабжаем достаточным количеством упражнений для всех. Кому нужно, пусть делают, кому не нужно, могут на этом сэкономить время сделать что-то другое или выполнить упражнение в другой форме. Всегда здесь есть возможность индивидуализации учебного процесса. Если возникают какие-то вопросы, комментарии, кто-то возмущен, например, пожалуйста, пишите, я с удовольствием с вами пообщаюсь, чтобы мне так не было, не было так одиноко. Иногда к нам приходят тролли, которые вообще говорят жуткие вещи, тем не менее, немножко так они оживляют. Вот, я не призываю ни в коем случае никого ругаться, плохо себя вести, но бывает весело. Итак, мы продолжаем, и вот как раз я говорила о возможностях повторения при помощи таких пособий, как книги для чтения. И здесь я вам представляю вашему вниманию книгу для чтения «Adventures of Bob the Hedgehog and his friends». И вот эта книга для чтения очень небольшая, она дает возможность как раз поработать прежде всего с базовой грамматикой и базовыми лексическими темами, которые всем уже наскучили, которые уже непонятно, как еще переложить, а тем не менее необходимо, чтобы они предъявлялись и необходимо, чтобы они у нас были в ротации. Такие базовые темы, как «Мой дом», «Моя семья», «Расскажи о себе». Как это сделать? Вот как раз на материале таких полуаутентичных текстов, которые написаны носителем языка вместе с нами, но вот с учебной целью. О текстах аутентичных, полуаутентичных, об их достоинствах, недостатках мы говорили в лекции по обучению и чтению. Мне кажется, что эта лекция у нас тогда получилась очень интересная, очень полезная. Мы много говорили о дефинициях и о методике работы с текстами, об их полезности, поэтому, если вам интересно, если эта лекция выложена, посмотрите, пожалуйста, и здесь я, конечно, не буду на этом подробно останавливаться. Хочу вам просто продемонстрировать, как устроен текст, и вы, в общем, все поймете. Текст написан в данном случае от лица ежика. и так далее. То есть я не буду тут много читать. В общем, понятно, что с одной стороны элементарная тема и довольно простая грамматика, с другой стороны очень интересное, свежее, современное лексическое наполнение. Я думаю, что все это будет близко современным школьникам, у которых есть самые разнообразные питомцы сейчас, и рыбки, и ежики, и крысы, и мыши, и кто угодно. И как раз такие тексты позволяют, не задирая сильно уровень притязаний в плане грамматики, отрабатывать темы, расширять лексический запас, мотивировать к говорению, к обсуждению тем. То есть это то, что действительно соответствует возрастным особенностям, в данном случае, младших школьников, потому что эта книга адресована младшим школьникам. «Adventures of a Hedgehog and his friends». Продолжая говорить о модульном подходе, о возможности повторения в начале очередного этапа обучения, мы переходим из пятого класса к десятому классу. Это еще один момент, когда есть возможность наверстать упущенное, есть возможность пересмотреть свои планы на будущее, свою мотивацию, свои интересы, и опять же в десятом классе понятное дело мы не можем начать разжевывать материал с самого начала в час по чайной ложке, как мы это делали на этапе предъявления. Но повторить мы можем и должны. И вот это повторение, объем текста все-таки я бы сократила, это устает на этом этапе, да и лучше чередовать виды деятельности. Я, к сожалению, Вера, спасибо вам большое за комментарий, к сожалению, не совсем понимаю сейчас о чем мы говорим, поэтому, пожалуйста, для того, чтобы нам с вами немножко это обсудить, конкретизируйте, о каком тексте мы сейчас говорим. Итак, десятый класс. Мы должны повторить базовые времена английского глагола. А, объем текста ежи. Ежи это домашнее чтение или экстенсивное чтение и здесь вы можете регулировать количество прочитанных. Вы можете читать на уроках, можете читать после уроков, можете читать дома. То есть режимы могут быть абсолютно разные и, соответственно, темп использования этих текстов абсолютно разный в зависимости от ваших возможностей и потребностей. Опять же, кто-то работает с этими текстами одним образом, кто-то другим образом, может быть, кто-то читает только за ежика, кто-то за мальчика. Здесь вот как раз проявите творческий подход, который, собственно, и ожидается вот на этом уровне от учителя. А в десятом классе давайте посмотрим, как мы осуществляем повторение грамматических времен. Еще раз, темп совершенно другой, но и возможности восприятия материала совершенно другие, поэтому мы предлагаем проанализировать предыдущий текст, если он не помещен, нет смысла в этом. Задание номер 9 на странице 9. Read the text through again and find the following actions. Действия, происходящие в момент речи, действия, происходящие в настоящий период времени на момент речи и повторяющиеся и повседневные действия. Скажите мне, пожалуйста, есть ли среди вас противники объяснения грамматического материала на русском языке? Если есть, напишите, почему. Вы считаете, что грамматический материал нужно объяснять на иностранном языке? Я сразу вам честно скажу, чтобы не устраивать никакой провокации, я считаю, что грамматический материал всегда должен объясняться на родном языке изучающего до тех пор, пока он не вышел на уровень какого-то начинающего лингвиста, когда эти термины ему нужны, понятны и будут им использованы. Если кто-то возражает, пожалуйста, с удовольствием тоже напишите свои аргументы, мы можем об этом поговорить. Итак, когда мы говорим о грамматике, мы формулируем задание по-русски. И посмотрите, еще тоже в 10-11 классе мы считаем, что уже уровень осознанности наших обучающихся настолько высок и сформирован, что каждое упражнение еще сопровождается комментарием, для чего мы его выполняем. То есть в данном случае identifying English tenses and their functions. Вот пишут только на русском. Я рада, что здесь мы солидарны. Identifying relevant information. То есть мы проанализировали контраст. Когда я учел в школе, нам объясняли грамматику на английском. Это было ужасно. Очень часто, к сожалению, вот на русском все пишут. К сожалению, иногда учитель, который может или хочет больше, или считает, что он как-то будет более выгодно смотреться, если его меньше будут понимать, иногда учителя начинают говорить по-английски, объясняя грамматику. И, конечно, делу это не помогает. Вообще, учитель это такая профессия, которая с одной стороны люди в ней очень яркие, как правило, которые любят быть в центре внимания, а с другой стороны профессия учителя в общем предполагает некий пониженный уровень амбициозности, потому что вот этот вот человек в цвете софитов, это звезда в классе, учитель, он должен знать момент, когда он отступает в сторону и дает возможность облистать учащимся. И вот это как раз тот случай, когда ради результата необходимо пожертвовать, может быть, тем, чтобы выглядеть более профессионально. Условно, конечно, на самом деле нет. И мы обсудили контраст present simple и present progressive и после этого отрабатываем reviewing verb forms. Put the verbs in brackets in the present simple or present progressive. И скажите мне, пожалуйста, а где же нам взять грамматический материал? Почему же мы его теперь не поместили в урок? Мы его не поместили по той простой причине, что мы уже в 10 классе и вот здесь как раз мы исходим из того, что учащиеся в состоянии обратиться к грамматическому справочнику и прочитать грамматические комментарии. Опять же, в каком режиме сколько времени вы потратите на уроки на такое задание? Зависит от вашего входящего контроля. Если вы видите, что это проблема, что класс, извините меня, очень слабый, значит, вы будете читать это вместе. Если несколько учеников имеют проблемы, значит, они будут читать это дома сами или с вами в какой-то момент. Если, так сказать, уровень катастрофы небольшой, то можно просмотреть дома, а на уроке только выполнять упражнения. То есть, опять же, здесь, с точки зрения экономии времени, с точки зрения работы, методики работы, выбираете вы. Но сам материал вам предоставлен, сама возможность заложена. Если такой возможности ваш УМК не представляет, обратите на это внимание, организуйте каким-то образом такое системное повторение. Можете использовать учебники Мерфи, которые знают все, которые очень популярны, здесь как раз тоже на любителя. Например, есть красный Мерфи, есть синий Мерфи. Я считаю, что красный, опять же, может быть, он менее выпендрежный, но он более рабочий. А вот мой соавтор Клара Исааковна, например, любит только синий. То есть, тут дело вкуса, конечно, и дело, опять же, методического стиля каждого учителя. И посмотрите, упражнение, с одной стороны, достаточно простое, например, homework, look at the pictures and write what the campers are doing at the moment. То есть, самая базовая грамматическая история present progressive, но с другой стороны, конечно, на достаточно серьезной лексике, лексика посвящена пребыванию в международном летнем лагере. И здесь, конечно, мы не можем говорить о том, что это очень простое задание, сложность у нас одна, мы повторяем present progressive, а вот лексика как раз у нас вполне себе насыщенная, вполне себе адекватное уровни десятиклассников, то есть, мы не занижаем этот уровень, просто мы немножечко дробим материал, дробим, фокусируемся на определенных грамматических аспектах для того, чтобы обеспечить повторение. И дальше, видите, задание identifying English тenses and their functions, using the present progressive, мы абсолютно не против и чисто переводных упражнений, опять же, кому-то можно дать задание say it in English, кому-то можно дать задание write it in English, кто-то будет ходить и контролировать, кому-то можно это задание вообще не давать, кто-то должен выполнять его дома, абсолютно разные режимы, абсолютно все возможности есть. И такой вот достаточно уже обширный текст, это уже страница 70, read the story and put the verbs in the right form to complete the sentences. То есть, с одной стороны, это базовые времена, которые мы здесь повторяем на примере довольно интересного фабульного текста, который как раз десятиклассникам будет близок, о том, как собираются бывшие одноклассники, прошло всего несколько лет, одна из участниц вечеринки не хочет встречаться со своей школьной любовью и поэтому зная, что на вечеринке не будет этого человека приезжать, а потом он появляется и что из этого выходит. То есть, мы все-таки, когда говорим о повторении, не должны забывать о том, что мотивация к деятельности должна лежать в общем не в задаче повторения времен, не в оценке, которую мы получим за это упражнение или потом на ЕГЭ, а в самой деятельности. То есть, текст интересно читать, у него есть интересный неожиданный финал, и именно поэтому собственно употребление грамматических времен очень оправдано, очень обосновано. Мы видим, как действительно меняет смысл предложений текста неправильное употребление грамматических времен. То есть, именно такие упражнения как раз нам позволяют повторить грамматические времена. Текст должен быть интересным. Продолжаем. Мы поговорили о модульном подходе. То есть, подытоживая, мы, я думаю, что поняли друг друга, что на моменты перехода на новый этап обучения в пятом и десятом классе, что бы там ни предполагал УМК, достаточно поискать немножечко, и вы найдете много материалов для того, чтобы обеспечить системное повторение базовой грамматики, что важнее всего, проконтролировать навыки сформированности навыков чтения и проконтролировать лексику, но это уже намного менее важный аспект, потому что лексика наверстывается, тут нет никакой базовой проблемы. И либо у вас есть для этого учебные пособия, либо вы для этого привлекаете какой-то материал. И опять же, что такое повторить? Вот я хочу сказать на своем примере, я вижу, как работают преподаватели, например, онлайн-школы, как они начинают даже не на уровне повторения, а на уровне презентации, как они начинают работать с иностранным языком. Я сейчас не буду конкретизировать, потому что речь идет не только о преподавателях английского. Они говорят, здравствуй, девочка или мальчик, давайте посмотрим, что такое английский алфавит. И мы узнаем сразу буквы, звуки, начинаем петь какие-то алфавитные песни, самые известные ABCDFG. То есть информации достаточно много, при этом она достаточно бесполезная. То есть повторить, это значит, опять же, системно разложить во времени и закрепить, а не обрушить какой-то объем информации, который кажется необходимым. То есть если это младший этап, то и объяснение должно быть на месте, если это более старший, то понятно, где его взять и как закрепить. Повторение как основа автономности учащихся. Пятый, ой, извините, седьмой класс. Посмотрите, ну, на примере пятого июня. В седьмом классе мы проводим такую небольшую систематизацию моментов, которые к этому времени изучены и делаем вот такую вот небольшую шпаргалку, которая открывает каждый юнит седьмого класса. Прежде всего мы рассказываем о том, что учащиеся узнают. И в данном случае мы понимаем, что речь будет идти о путешествиях. Миша is going to England. It takes 62 hours to get to Victoria Station from Moscow by bus. И так далее. То есть, тема путешествия, конечно, для нас не новая. Мы исходим из того, что достаточно большой объем лексики к седьмому классу учащимися уже усвоен. Почему бы нам не систематизировать хотя бы самые простые базовые вещи? Что мы здесь и делаем? Money, cheap, expensive, how much? Мы не будем вводить эту лексику на уроках в седьмом классе. Мы исходим из того, что учащиеся ее знают. А если нет, вот хотя бы на таком уровне мы обеспечили повторение. Personal information, traveling, by boat, by bus, by car, speak English in class. Опять же, мы этим занимаемся со второго класса, но здесь мы систематически это повторяем. Еще раз. как сказать это слово? How do you say this word? Извините, я вас не слышу. Sorry, I can't hear you. То есть, очень часто фразы какие-то, которые автоматически произносятся учителем и, может быть, даже и обучающимися на уроке, на самом деле не вполне ими семантизированы. И вот здесь мы как раз к этому возвращаемся еще раз. Do you understand the tasks? А, естественно, уже задания в седьмом классе давно уже все по-английски, а тем не менее иногда, вы сами знаете, спросишь учащегося, а что тут надо делать, а в чем суть задания, и учащиеся, которые до этого выполняли такие задания по аналогии и вдруг столкнулись с какой-то сложностью, не могут вам сказать, что, собственно, от них требуется. Поэтому еще раз, и это не, еще раз, это не, так сказать, однократный такой акт, а в седьмом классе на протяжении всего года каждый юнит открывается вот как раз такими порциями нужной пройденной лексики, classroom English, tasks и так далее. Choose from the words, explain your choice, find the difference, make a presentation и так далее. То есть здесь мы обеспечиваем повторение таких вот опять же базовых моментов. И говоря о грамматическом справочнике, он есть практически, он есть в любом классе. В данном случае, в одиннадцатом классе он выглядит следующим образом. Я просто показываю вам еще раз, что он написан по-русски и содержит очень подробные объяснения с большим количеством примеров, удобное оглавление. и обращайте внимание учащихся на то, что, особенно в старших классах, на то, что если у них возникли какие-то сложности, опять же, по результатам тестов, по результатам итогового контроля, обращайте их внимание, если они сами не в состоянии сформулировать задачу, сформулируйте задачу для них. Тебе, Вася, нужно обратиться к разделу the noun, тебе нужно повторить present perfect, ты плохо разбираешься present progressive и так далее. то есть здесь возможно работа и необходима работа в индивидуальном режиме, но грамматический справочник в той или иной форме, конечно, либо в учебнике, либо в классе, в какой-то форме, я не знаю, какую вы придумаете, если в учебнике нет, обязательно должен быть, он должен быть подробный, грамотный, и учащиеся должны привыкать пользоваться таким материалом. Ну, как вариант облегченного, но, опять же, мотивирующего, разнообразующего учебную деятельность повторения, могу предложить вам вот пример из игра, это не игра, это даже не игра, это просто куиз, который позволяет нам повторить тему friendship. How close are you and your friend? И здесь необходимо отвечать на вопросы. В зависимости от того, говоришь тогда или нет, ты двигаешься в определенную сторону. Посмотрите. Do you share your secrets with each other? Is your friend an old friend? Does your friend ever talk about you behind your back? Has your friend ever let you down? То есть, вы видите, что это как раз наша активная лексика, которую мы повторяем при помощи такой игры. И, опять же, здесь фокус мы смещаем с элемента повторения, мы смещаем здесь фокус с возможностью получения оценки и получаем в чистой воды удовольствие, когда деятельность сама мотивирует учащихся ею заниматься. И, опять же, у нас, например, в седьмом классе мы широко используем такой формат игры для тинейджеров из английских магазинов. Мы сделали по образу и подобию, а вы, я думаю, сейчас это все очень доступно, англоязычные сайты, англоязычные журналы, если нет возможности взять в учебники, возьмите, пожалуйста, на вооружение и несколько таких квизов можно использовать как раз для того, чтобы обеспечить повторение пройденного материала по той или иной лексической теме. Обычно учащиеся с большим удовольствием участвуют в таких квизах. Повторение как часть урока. Конечно, на любом уроке мы должны убедиться в том, что, особенно если у нас были какие-то новые темы, материал предыдущего урока был усвоен. Как это сделать быстро и эффективно? Очень часто бывает такое, я сначала говорю грустным голосом, я вспоминаю свою школу, у нас были вообще-то очень хорошие учителя, но были случаи, когда учитель просто проходил по рядам, смотрел, у кого сделана домашняя работа, у кого не сделана домашняя работа, и тот, кто не сделал, получал плохую оценку. И вот я хочу сказать, что для меня так закончилась история любви с одним предметом, который мне казалось, что у меня получается, удается, а потом сменилась учительница, и получив несколько раз двойки за то, что я чего-то не поняла и не сделала домашнюю работу, я решила, что с этим предметом мне не по пути. И я очень надеюсь, что контроль и повторение на ваших уроках отличаются от этого. В данном случае, потому что всегда есть обстоятельства, и никому, даже самым маленьким детям, не нравится, когда их ругают, когда их отказываются понимать, когда с ними не считаются. И я призываю вас к тому, чтобы все-таки контроль и повторение осуществлялись таким образом, чтобы это было приятно и интересно. В данном случае это цитата из учебника второго класса. Посмотрите, это на самом деле повторение, но никто этого даже и не поймет, потому что доска школьная открывает урок, и на этой доске выделены цветом те буквы, которые уже известны учащимся. То есть это summary предыдущих уроков. Они закрашены те, которые предстоит узнать. То есть вот таким незатейливым образом вы тоже можете сразу у учащихся уточнить, что они уже знают. Это такая графическая опора. После этого посмотрите с самого начала урока тоже посвящено повторению пройденного материала. То есть мы постоянно к нему возвращаемся. Мы не имеем права рассчитывать на то, что учащиеся что-то запомнят с первого раза. Есть такие гении, конечно, в основном и особенно на уровне начальной школы вы должны многократно повторять, возвращаться к пройденному, переспрашивать. И тогда, может быть, что-то осядет в голове. Но вообще, учитывая и возрастные когнитивные особенности второклассников, на многое без, так сказать, такого поэтапного повторения и очень дозированной презентации мы рассчитывать пока не можем. И здесь мы посвящаем достаточно большую часть урока. Посмотрите как раз повторение. Послушай Бетти и запиши в рабочей страде слова, которые она продиктует по буквам. Это все старые слова, старые буквы. Послушай Бетти еще раз и проверь себя. Обязательно слушать Бетти. Не надо слушать учителя. Еще раз. Если вы хотите сформировать навыки аудирования, пожалуйста, формируйте их при помощи аутентичных аудиотекстов. позвольте учащимся слышать английскую речь, английский акцент, разные акценты и при этом при отсутствии артикуляции на самом деле. Прочитай эти слова. Слова тоже все знакомые. Послушай Фьюго, отметь цифрами в рабочей тетради упражнение 2 на странице 29, в каком порядке он читает эти предложения. Это все вот такое вот текущее повторение по аналогии с текущим контролем. Уроки 3-4 в третьем классе, когда учащиеся пришли в начале нового учебного года, мы, конечно, не будем заниматься опять буквами, звуками. И вот в данном случае мы можем очень компактно за несколько уроков просто немножечко напомнить учащимся, что они изучили во втором классе. Опять же, разница гигантская между второклассниками и третьеклассниками. Что хочет узнать Аня? Ворон Седрик, конечно, тоже соскучился по Ане, но ни за что не появится, пока не убедится, что Аня помнит его уроки. Для начала Седрик перепутал буквы в алфавите. Посмотрите на рисунок и найди четыре буквы, которые стоят не на своих местах. В рабочей тетради расположи в правильном порядке. Вот такая вот игра. Заполни пропуски в алфавитной песни, громко пробуй песню так, чтобы Седрик услышал. Седрик может быть появится, если ты правильно прочитаешь эти слова. То есть, вот как раз такое очень небольшое, очень локальное повторение, которое предлагается в третьем классе тоже. После этого, что изображено на рисунках, немножечко страноведческой информации. Все очень несложно, в игровой форме, понятно детям. То есть, опять же, мы снимаем здесь момент какого-то психологического напряжения. Это, с одной стороны, ревизион, с другой стороны, это и входной контроль. То есть, вы видите, что вы получили к третьему классу, насколько учащиеся уже готовы потихонечку приступать к учебному процессу и пользуетесь этой информацией для дальнейшей работы. Прекрасно проходит ревизион в форме игр, особенно на младшем этапе, когда эта деятельность для учащихся понятна, имя любима и вызывает у них только положительные эмоции. В данном случае вот такой вот ревизион в виде игры, когда учащиеся могут самостоятельно, что очень важно, проверять правильность своих ответов. Поэтому я немножечко прочитаю вам объяснение. Перед началом игры вырежьте карточки из рабочей тетради, разложите их на игровом поле поверх игровых квадратов по номерам текстом вниз. Вам также понадобятся фишки и кубик. В игре участвуют 2-4 игрока и ведущий, то есть карточки двусторонние. С одной стороны номер, с другой стороны текст. Играющие ставят свои фишки на клетку старт, по очереди бросают кубик и делают столько ходов, сколько выпало на кубике. После того, как один из игроков остановился на нужном игровом квадрате, ведущий снимает с квадрата карточку, читает задание и проверяет правильность ответа. То есть вот главная ценность. Зачем эти двусторонние карточки, зачем разрезной материал, который находится еще раз в рабочих тетрадях, для того, чтобы учащиеся могли работать самостоятельно, для того, чтобы сделать работу на уроке более эффективной. И если игрок, чья фишка находится на игровом квадрате, правильно выполняет задание, то он кладет карточку с вопросом в свою копилку, а если нет, карточка остается на поле. Таких игр несколько и в учебниках младшей школы, и средней. Побеждает тот, кто первым дойдет до финиша, набрав больше всех карточек. И вы видите задания самые, на самом деле, простые, разнообразные, но вот в такой форме эта деятельность опять же становится и скучной, и сухой, интересной и мотивирующей. Например, задание «Придумай слово с буквой Т», «Прочитай слова правильно», «Придумай два слова с буквой О», «Кто это», «Какое слово здесь лишнее», «Bad», «Hat», «Dead», «Bad» и так далее. То есть задания разнообразные, если вам хочется, если вам нравится и, опять же, вы занимаетесь по-другому ОМК, купите рабочие тетради, используйте этот разрезной материал. Если вы хотите вообще практически к любому материалу, особенно в начальной школе, можно создать самим такие игры и использовать их для повторения или для контроля. Еще одна форма повторения это рубрика «Проверь себя», которая у нас есть в младшей школе. Она нужна для того, чтобы каким-то образом консолидировать материал для младших школьников. Младшие школьники очень боятся контроля, очень боятся получить плохие оценки и очень, как вы понимаете, еще испытывают очень большие проблемы с тем, чтобы сформулировать для себя задачу, что нужно учить, как идти по страницам, смотреть на каждое слово, смотреть на активную лексику, что делать. Все еще хотят помочь родителям. То есть вот такая рубрика очень и очень полезна и, опять же, снимает большое количество вопросов и нервов. В первой четверти ты познакомился с 15 буквами, во второй четверти ты познакомился еще с 7 буквами, ты можешь их написать, ты можешь произнести эти звуки, ты можешь прочитать эти незнакомые слова, ты можешь прочитать по-английски слова и знаешь, что они означают, дальше три песенки, закончить предложение, какая-то страноведческая информация, лексическая информация. То есть здесь собрано все, что будет встречаться потом в тесте. И я думаю, что всем понятно, как с этим работать, можно это как-нибудь проделать в классе, можно это предложить делать дома, но такая рубрика очень помогает как раз учащимся структурировать в младшей школе, они еще пока это в нем идет, структурировать свою работу над повторением и снять стресс перед контролем. Использование игр, игра дрэги. Я не буду о ней долго говорить, это большая игра, у нас был вебинар, когда мы неподробно говорили и демонстрировали видеофрагмент, как в нее играть. Я знаю, что игра это настолько популярно в некоторых школах, что дети играют в нее и на переменах на самом деле. Вот, игра позволяет опять же и отработать, и повторить системно грамматическую тему времена английского глагола. К ней необходим разрезной материал, который находится в рабочих тетрадях к учебникам. Если вы опять же не пользуетесь учебником, вы можете приобрести рабочие тетради и использовать этот разрезной материал. И цель игры выкладывая предложения, меняя карточки, переставляя карточки в своих предложениях, подкладывая карточки к предложениям соперников, то есть, например, у меня есть I speak English, я подкладываю do I speak English, кто-то подкладывает when do I speak English и так далее. необходимо избавиться от карточек и таким образом победить в этой игре. Здесь я просто это привожу как пример. Есть набор карточек на все времена, на present, на past, на future, поэтому, опять же, если кому-то интересна такая форма повторения, которая, с одной стороны, кажется, сегодня шестым классом играли, отлично, с одной стороны, кажется, что мы теряем больше времени, с другой стороны, опять же, и по опыту западных школ, которые теряют очень много времени на такие вещи, как team building, на такие вещи, которые, кажется, вообще не связаны с учебной деятельностью, в итоге, мы все равно получаем от таких вещей намного больший и более долгоиграющий, скажем так, результат, чем от сухого дрилла, да, нам кажется, что мы сделаем лучше 10 или 20 упражнений за это время и получим лучший результат, нет, практика и теория говорят о том, что это не так, учиться намного проще, когда ты мотивирован, когда задействована эмоциональная сфера, до тех пор, пока мы не включили кнопку, скажем так, условно, не задействовали эмоциональную сферу, особенно с обучающимися в младшей и средней школе, мы не можем предлагать им информацию, мы не можем ожидать от них, что они начнут учиться, для того, чтобы человек чему-то научился, он должен этого захотеть, ему должно стать это интересно, мы взрослые, некоторые из нас и не всегда в состоянии волевым усилием это сделать, а современные школьники все меньше и меньше и на самом деле это справедливо, если им не интересно, зачем они должны это изучать. Сделайте так, чтобы это было интересно, это в ваших руках и это, в общем, то, ради чего, наверное, мы с вами выбрали эту профессию, для того, чтобы это было не потому, что это нужно, а потому, что это хочется. и использование стихов и песен, они есть в учебниках, во всех, и в данном случае я все-таки советую вам не учебник, поскольку мы говорим в общем, о методических приемах, а небольшое пособие, которое называется Songs and Poems for Junior School. Есть также и просто Songs and Poems for Secondary School или просто First School, то есть для среднего этапа. То есть есть два таких сборника. Это сборники, в которых содержатся стихи и песни, которые, опять же, в игровой форме, очень легкой, веселой, задорной, позволяют нам повторить базовые лексические и грамматические темы. И не только повторить, но и создать, в общем, так сказать, основу для собственных высказываний учащихся уже на каких-то контрольных работах, на тестах и так далее. То есть положив основной лексический и грамматический материал на ритмическую основу, мы создаем оптимальные условия для его запоминания, для, в данном случае, его повторения. Таким образом, тоже его можно разнообразить. И, конечно, не только, не просто мы даем песенку или стишок, который написан, опять же, это авторские стихи и песни, написанные с учебной целью, потому что у нас есть цель не развлечь, а цель, например, в данном случае повторить лексику по теме месяцы и времена года, и грамматический материал по теме Present Simple. Мы снабжаем всегда наши стихи и песни системой упражнений. В данном случае что может представлять собой сложность? Конечно, произношение самих названий месяцев. Еще раз мы произнесли, сделали это вслед за диктором. А где нам взять аудиообразец? Еще раз скачав QR-код при помощи QR-кода. То есть скачав музыку при помощи QR-кода. QR-код расположен на обложке самого пособия. И после этого мы отвечаем на вопросы. То есть потом начинаем это обсуждать, правильное ли утверждение, в какие месяцы происходят события, ответим на вопросы. То есть дальше уже мы активизируем еще раз, повторяем в различных ситуациях, под различными соусами наш с вами лексический и грамматический материал. Поскольку когда песня будет звучать, текст исчезнет, я сейчас быстренько прочитаю вам песню. субтитры И сейчас мы с вами перед последним рывком немножечко отдохнем, и я поставлю вам эту песенку, чтобы вы ее послушали. Она записана тоже очень хорошими профессиональными музыкантами и обычно нравится обучающимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В больших сборничках они дают возможность отрабатывать базовые вещи, которые достаточно сложно как-то еще по-новому повернуть для учащихся, открыть новую сторону, чтобы мотивировать их еще раз. Если мы говорим об отсутствии мотивации, о том, что учащиеся нам что-то должны, можно предлагать им абсолютно любые тексты, можно взять самые простые вещи и предлагать им это делать. Но мы все-таки здесь, я думаю, что люди, которые ходят на такие вебинары, абсолютно согласны, что наша задача сделать процесс обучения интересным и эффективным. Повторение как часть подготовки к тестам. Я думаю, что тут много говорить не надо. У нас есть, опять же, два небольших сборничка. Итоговая контрольная работа для выпускников начальной школы четвертый класс и для УГЭ письменная часть тренировочные тексты. Конечно, прежде всего мы используем эти сборники, когда речь идет о контроле, но с тем же успехом мы можем использовать эти сборники и тогда, когда речь идет о повторении. То есть, например, использовать контрольные работы в начале пятого класса или в конце четвертого класса для того, чтобы повторить как подготовка к тестам. То же самое УГЭ можно использовать для повторения в начале десятого или для повторения как подготовка к тестам в конце девятого. То есть абсолютно разные режимы. И идея здесь тоже в чем, опять же, возвращаясь к моему тезису о важности мотивации и о том, что тексты должны быть информативно ценные, они должны быть, должны мотивировать учащихся, им должно быть интересно с ними работать, их читать, их понимать, потому что если мы предлагаем какой-то текст, который нас радует о том, что скоро в Москве пройдет Олимпиада 80, конечно, учащихся это скорее демотивирует. А здесь, позвольте мне прочитать, например, как образец, какие тексты содержатся в пособии для 9 класса, чтобы вы могли оценить. Здесь тексты, конечно, современные, интересные, остроумные, позволяющие мотивировать учащихся не только выполнять какие-то задания, связанные с текстами, но и узнавать больше. Вот один из небольших текстиков. Since the Harry Potter films were released, they have been criticized for different reasons, but nobody has ever been able to say that Harry Potter promotes vandalism. However, just before the release of one film, a small American town, Miyuki, woke up to find that 80 of its road signs had been covered with graffiti which read, stop Voldemort. The police investigation had little success, because the policeman couldn't find out who Voldemort was. Quite by chance, one policeman mentioned the name in front of his seven-year-old son, who happily explained to daddy, that Voldemort was the name of the Dark Lord in the Harry Potter series. То есть вот в данном случае все тексты, они очень необычные, то есть мы поискали интересные факты, которые мало кто знает с точки зрения, кто такие маглы, с точки зрения, кто такая, например, история Луны Лавгуд, которая была очень проблемной девочкой и фанаткой Роулинга, как она начала сниматься в этой серии. То есть все это очень мотивирует само по себе и, конечно, позволяет повысить эффективность повторения. Четвертый класс, просто хочу вам показать, как это оформлено, что это все в формате актуальных экзаменов, и при этом, опять же, все это очень современное, интересное, и школьники с удовольствием выполняют эти задания независимо от того, в каком режиме они им предлагаются. И буквально два слова о повторении, как повторении к экзаменам. Вообще, сама идея повторения к экзаменам, она стара как мир, и при этом, когда речь идет об английском языке, мы, конечно, можем говорить здесь только о повторении. То есть если навыки сформированы, то мы можем что-то улучшить, что-то подкрутить, действительно повторить какие-то сложные моменты. Если навыки не сформированы, то сколько ни предлагай учащимся сборников упражнений каких-то конкретных, если нет знаний, если они не знают, почему так правильно, а так нет, то пользы от этого не будет. И поэтому вот эта рубрика «Экзамен нау-хау», я о ней говорила в 10 классе, как раз этим и занимается, что не просто дает советы, как выполнять задания, а детально вместе с учащимися прорабатывает технологию выполнения наиболее сложных заданий. Объясняется, почему так, почему не так, даются правильные ответы, объясняется, почему эти ответы правильные, предлагается учащимся искать ключевые слова, которые влияют на оценку правильности, неправильности высказываний. Идет работа и по подготовке к написанию эссе, как это должно быть, на что обратить внимание, что лишнее, что мешает. Это дается эссе для оценивания, даются образцы эссе и так далее. То вот как раз в 11 классе мы говорим о том, что все-таки мы надеемся, что базовые навыки сформированы, и мы как раз занимаемся тем, что повторяем наиболее сложные аспекты. В данном случае пример, с которым мы работаем, это повторение наиболее употребительных фразовых глаголов. И посмотрите, прочитайте список наиболее употребительных фразовых глаголов с лук. Проиллюстрируйте каждый случай собственными примерами, то есть это повторение. Помните, что фразовые глаголы могут иметь несколько значений. Посмотрите статью о глаголе лук в словаре, самостоятельно это 11 класс, и найдите еще несколько часто используемых выражений и так далее. То есть вот как раз в 11 классе, помимо нового материала и всего остального, что мы делаем в рамках нормального года обучения, мы как раз обеспечиваем вот такое вот повторение именно к экзамену. Перефразируйте предложение, используя фразовые глаголы с лук и так далее. И еще один пример того, как мы готовим к тестам. Готовим к заданию по контролю чтения. Чтение и аудирование. Мы говорим, прочитайте вопросы, подчеркните ключевые слова, на которые вы будете ориентироваться в поисках информации. И здесь нас ждет много интересного на этом пути, много сюрпризов. И вы посмотрите, как учащиеся готовы к таким заданиям, как они будут с ними работать, на какие потом после этого слова можно будет обращать внимание в тексте. И опять же сам текст, конечно, очень интересный, очень необычный, содержит новую информацию. Скажите, знает ли кто-то из вас? Если знает, пожалуйста, напишите, что такое, что собой представляют Если кто-то знает, пожалуйста, напишите, что это за адрес, чем он примечательен. Ну, из тех, конечно, кто не читал сам учебник. Если кто-то знает, так сказать, благодаря своему кругозору, то напишите, что вы знаете. Так, пока. Было бы неплохо к подобным песенкам добавлять аккорд для учтений, владеющих навыками игры на гитаре. Ну, я вам хочу сказать, как учитель, владеющий навыками игры на гитаре, я думаю, что там подобрать несложно. Поскольку там, во-первых, есть минус, то есть минус голос, как всем песням есть возможность петь под караоке, как мы его называем, да, при профессионалах называют это минус, есть также, когда вы скачиваете QR-код, у вас появляется этот минус. И, ну, песенки, правда, совсем несложные, и я думаю, что учителя, которые играют на гитаре, в состоянии их самостоятельно подобрать. Я думаю, что там буквально три аккорда. Вот, кто-то пишет, честно, не знаю. Хорошо, значит, вот этот адрес, он известен тем, что эти дома отсутствуют, то есть есть только фасады. А почему они отсутствуют? А что, как используются эти дома? То есть здесь как раз в рассказе речь идет о том, что они используются для всяких шуток, розыгрышей, туда заказывают еду, называют такси, таксисты так разыгрывают новичков. И наличие таких домов, наличие вот этого адреса связано с историей метрополитена в Лондоне, с историей вообще, собственно, строительства в Лондоне. И, конечно, опять же, такой текст, он не только выполняет свою цель, позволяет нам организовать повторение учебного материала, но и мотивирует учащихся, собственно, действительно вдумчиво его прочитать, вникая в каждый нюанс, и, может быть, узнать больше, может быть, поговорить об этом, может быть, провести какие-то аналогии со своим городом. То есть тут учебных возможностей очень много, и не надо их ограничивать. И пользуйтесь такими текстами не только в том формате, в котором мы это предлагаем, не только с этими целями, но и для ваших каких-то собственных интересных проектов, и идей, которые вы можете реализовать. Наш вебинар подходит к концу. Я должна вам повторить базовую информацию, которую у нас есть относительно перечни федерального. Как мы уже поняли, актуальное Министерство образования перечня нам так и не предоставило. Мы будем ждать, надеемся, что перечень появится как можно скорее, видимо, когда теперь будет уже сформировано новое правительство. Наши учебники получили положительные рецензии и находятся в Министерстве. Мы надеемся на, опять же, положительное заключение, потому что все экспертизы у нас положительные. Когда это будет, мы точно так же, как и вы, к сожалению, уже теперь не знаем, потому что очень много сюрпризов, очень много здесь моментов, которые, к сожалению, никто не в состоянии был предсказать. Мы ждем новую перечню с 2017 года. И все-таки надеемся на то, что мы в него попадем, когда он появится. В новом учебном году мы продолжаем апробацию и предлагаем всем, кто хочет, всем, у кого есть возможность, заказать наши рабочие тетради и получить учебники в рамках апробации бесплатно. И, кроме того, я думаю, что сотрудники издательства в состоянии проконсультировать вас, как оптимально подать аспект апробации для того, чтобы не возникало проблем с учебниками, которые на данном этапе не находятся в федеральном перечне. То есть, если вы хотите принять участие в апробации, пожалуйста, апробация открыта, заявляйте, посылайте свои заявки, и я думаю, что еще не поздно это сделать. Повторюсь, мне кажется, что на данном этапе очень ценными являются небольшие учебные пособия, решающие конкретные задачи, поэтому обращайте внимание, покупайте наши сборники стихов и песен, сборники по чтению, есть очень интересные сборники по страноведению для чтения, и наш замечательный бестселлер «Как научиться читать по-английски». И на прощание хочу сказать вам большое спасибо за то, что были со мной, и я от всей души желаю вам и вашим ученикам терпения, успеха, оптимизма, душевного спокойствия, и главное, чтобы все хорошо закончилось, и какие бы вы ни сдавали экзамены, пусть результат станет для вас радостью или хотя бы не станет трагедией. Удачи, всего хорошего, до новых встреч в новом учебном году, я уже сказала вам, что нас ждет много нового интересного, мы будем предлагать вам новые режимы работы, сотрудничества, все это у нас в планах, мы сейчас это разрабатываем, и надеемся увидеться со всеми в сентябре. Всего вам хорошего, если есть вопросы, пожелания, пишите на englishteachers.ru. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!